Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, в продолжении нашего разбора мы снова обратимся к тексту Священного Писания, который уже был прочитан. Это послание Ефесиным, 5 глава, 18 стиха. Прочитаю много эти слова, этот текст. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопением духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Дорогая Церковь, братья и сестры, как мы хорошо знаем, мы находимся в преддверии большого праздника. В воскресенье, если Господь проведет нашу жизнь, Церковь будет отмечать праздник Сошествия Святого Духа на апостолах, на апостолов, рождение Церкви. Я рад, что сегодня на нашем разборе, в пятницу, как раз совпали вот эти стихи об этой благословенной личности. Если несколько буквально слов, 18 стиха, здесь допущена в нашем синодальном переводе определенная очень важная ошибка. Здесь стоит слово «не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Слово «бывает» предполагает «бывает», а может и не «быть». Правильно сегодня Денис подмечал, делал акцент на понимание языка, оригинала языка, в котором было написано Евангелие, написано «не упивайтесь вином, в котором есть распутство». Понимаете разницу, да? В котором есть распутство. Поэтому все те люди, которые очень лояльно относятся к принятию вина, кроме вечерей Господней, не могут найти здесь оправдание. Это очень серьезный текст, очень серьезное предупреждение. И здесь стоит совершенно, обратите внимание, два мировоззрения. Не написано «и исполняйтесь Духом». Но совершенно противоположность. Это два разных мира, два разных жизни, два разных подхода к христианской жизни, братья и сестры. Это очень важно. Но тема моя сегодня, мы будем говорить об исполнении Духом Святым. По времени мы не сможем закончить, потому что есть здесь последствия, результаты исполнения Духа Святого. Об этом будем говорить в следующую пятницу. Я остановлюсь на двух словах. «Исполняйтесь Духом Святым», поскольку речь идет о Духом Большой Бук, и речь идет о Личности Святого Духа. Братья и сестры, когда мы говорим об исполнении Святого Духа в разных христианских кругах, которые исповедуют Личность Духа Святого, как третья Личность Божества, признают Святую Троицу, этот вопрос исполнения является самым из таких противоречивых, интригующих вопросов. Если мы задаем вопрос, скажем, христиан веры евангельской, или пятидесятники, они расскажут свое понимание об исполнении Духом Святым. Это братья и сестры, церкви, которые исповедуют, признают Святую Троицу. Если мы спросим представителей харизматического движения об исполнении Духа Святого, эти люди, эти христиане тоже признают Святую Троицу, доктрина у нас в понимании нет различий. Но в практике подход, как это происходит, будет совершенно разный, братья и сестры. И можно говорить о других еще динаминациях. Братья и сестры, он очень является противоречивым, и один из таких инстригующих вопросов, братья и сестры. Поэтому, что же является, что имел в виду апостол Павел, когда Духом Святым, будучи движим, он был исполнен. Невозможно писать Священное Писание. Кстати, когда апостол Петр говорит, что писали его мужи Божии, каким образом, в каком состоянии находились они? Движимы. Мы будем касаться немножко чуть позже. Грешское слово очень важное, которое передает нам одно из значений. Их двигал Дух Святой, их наполнял Дух Святой. Это очень важно. Братья и сестры, я думаю, что каждый из нас, верующий человек, задавал хоть раз себе в жизни этот вопрос. А что такое вот для меня лично быть исполненным Духом Святого? Правда? Вот как быть, как выглядит человек, который исполнен Духом Святого? Вот что за этим стоит? И вообще почему? Для чего нужно быть исполненным Духом Святым? Для чего Бог дает это повеление? Это повеление, братья и сестры. Исполняйтесь Духом Святым. Братья и сестры, если мы зададим вопрос, опять-таки, как выглядит человек исполнен Духа Святого? Вот как бы вы охарактеризовали? Я думаю, что где-то мы бы сказали, может, представляем это, публичного человека, проповедника, например, на евангелиционном собрании. пламенная, вдохновенная, сильная проповедь в силе Духа Святого, ну, как результат, отклик на эту проповедь. Братья и сестры, вы допускаете человека, который просто находится дома, пусть это может быть мама семьи, в которой детки воспитаны, воспитывает, и она спокойно воспитывает, говорит, читает, разговаривает с детьми, и при этом она будет исполнена Духа Святого. Либо вы встретились с человеком где-то в автобусе, на остановке, на заправке, в самолете, и вы беседуете с человеком. Как вы думаете, верующий человек в это время может быть исполнен Духа Святого? Безусловно. Мы сегодня посмотрим на библейские примеры, на людей, которые были исполнены Духа Святого, где Писание об этом говорит. Есть целый ряд вопросов, вот у меня возникает в связи с этой темой, можно ли увидеть каким-то образом проявление это? Должны ли мы молиться об этом или о себе? Мне как-то сестра недавно задала вопрос, а можно ли молиться вот, чтобы быть исполнен Духа Святого? Или вот о братьях мы молимся в братской комнате, или вот о каких-то моментах и мы просим Господи, благослови наших братьев, исполни их Духом Святым. Мы молились хоть раз с такой молитвой? Ну, давайте мы посмотрим сегодня тоже на эти вопросы. Ну, и такой последний вопрос, братья и сестры, а может ли случиться так, что верующий христианин, человек верующий, прожив всю свою жизнь, рожденный свыше христианин, имеющий Духа Святого, и никогда не был исполнен Духа Святого? Как вы думаете, может такое случиться? Я тоже думаю, что может. Братья и сестры, например, если я задам сейчас вопрос, здесь сидят верующие наши, братья и сестры, имеющие опыт, духовный, жизненный опыт. Если я задам вопрос, братья и сестры, кто из вас имеет Духа Святого? Я уверен, что все, подавляющее большинство, может, только детки, которые еще не понимают об этом, поднимут руки, правда? Мы без сомнения, даже не сомневаясь, конечно, мы имеем Духа Святого. И вы скажете, когда вы получили Духа Святого? Но если я задам вопрос, братья и сестры, кто из вас исполнен Духом Святым сейчас? Как много решит, скажет, встанет кто-то, скажет, я сейчас вот, я скажу, а как вы докажете это? Вы чувствуете, вы знаете, вы видите, вы переживаете, или вчера вы были, или как это, каким образом? Правда, интересные вопросы и очень важные вопросы, братья и сестры. Почему такая вот разница даже между вот этими ответами? Разница заключается в следующем, потому что эти два служения, пребывание Духа Святого верующим человеком и исполнение Духа Святого, они взаимосвязаны, но не одинаковы. Прежде чем человек может исполниться Духом Святым, он должен иметь в себе Духа Святого, правда? Потому условия пребывания, братья и сестры, и исполнения, они совершенно различны. Я говорю сейчас об условии пребывания и исполнения, они отличаются друг от друга, братья и сестры. Для того, чтобы человек верующий, или человек получил Духа Святого, что нужно сделать? Громче, говорите, братья и сестры. Когда человек получает Духа Святого? В день искупления, совершенно верно, в день нашего возрождения, в день искупления, в день покаяния, человек верующий получает верою Духа Святого. Совершенно верно, это правильный вопрос, правильный ответ. Братья и сестры, для того, чтобы верующий человек был исполнен, вот здесь условия немножко другие. Мы об этом сейчас поговорим чуть позже. Какие же эти условия для того, чтобы верующий человек мог действительно знать? Выходя, рассказывая стихотворение, поя в хоре, проповедуя, беседуя, может быть, с неверующими, или своими, с детками, с мужем, с женой, или в каких-то обстоятельствах, он мог иметь надежду, мог убежденно, что Господь благословит, и наполнит Его своим Духом Святым. Братья и сестры, я не стану сегодня касаться вопроса пребывания Духа Святого. Вопрос для нас этот понятен. Мы ответили, понимаем, что каждый искренний, рожденный свыше христианин имеет в себе Духа Святого как печать, как залог. Мы это хорошо понимаем. Сегодня я бы хотел касаться только темы исполнения Духа Святого. Интересно, что опять-таки в другом переводе буквально этот стих звучит «Будьте исполнены в Духе». Будьте исполнены в Духе. Братья и сестры, прежде чем мы рассмотрим, что такое исполнение, давайте кратко посмотрим, что не есть исполнение Духом Святым. Что не есть, не является исполнением Духа Святым. Первое, во-первых, это не эмоциональное, чувственное, вдохновленное, может быть, какое-то переживание, которое верующие люди иногда могут испытывать, братья и сестры. Иногда мы можем испытывать какие-то особые возвышенные чувства в общении, в собрании, слыша где-то, братья и сестры, в личном. Далеко не всегда, братья и сестры. Знаете, мы поем гимн, «Когда поет мой Дух, Господь к тебе, я как-то велик», то есть, когда поет Дух, величит душа, в собрании мы можем быть, еще на каких-то моментах, братья и сестры, это не всегда так происходит. Мы должны это обратить внимание, потому что в некоторых христианских кругах, особенно в харизматических, это на этом акцент делается, писятники очень акцентируют на этом. То есть, они вот видят, что-то должно происходить, что-то бурлит, что-то должно двигаться, и все в этом, в таком вот ракурсе. Не так, не всегда это. Во-вторых, это не то же самое, что вхождение Духа Святого в наши сердца, в день нашего искупления, в день нашего спасения, братья и сестры. Это тоже не это. В-третьих, исполнение Духом Святым не описывает Священное Писание как переживание или как процесс постепенного получения Духа Святого. Вот почему есть проблема, скажем, когда мы беседуем с братьями-писяцниками, да, различие у нас в личности. Говорит, ну да, вы спасены, рождены свыше, но еще Духа Святого не имеете. Вот нужно получать, нужно просить, нужно помазание, чтобы было, нужно, чтобы были крещены Духом Святым. Здесь принципиальное различие. Братья и сестры, Дух Святой – это личность. Помните, Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, Он сказал такие слова, «Немерою дает Бог кого? Духа». Немерою. Бог дает нам личность, входит в сердце человека, вселяется, входит, то есть наполняет и пребывает в день нашего искупления. И в-четвертых, братья и сестры, что не есть исполнением Духом Святым? Если мы смотрим первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих, апостол Павел описывает о крещении Духом Святым. Есть и такое событие в жизни верующего человека, братья и сестры, потому что каждый верующий был крещен или погружен, куда погружает Дух Святой нас, братья и сестры? В тело Христова, что есть церковь, полнота, наполняющая все во всем. Братья и сестры, мы видим, да, какая работа Духа Святого в жизни верующих человека. Он и крестит, то есть погружает, он и возрождает, он является печатью, он является залогом. А крещение Духом Святым это духовная реальность, которая не может нами как-то прочувствовать, братья и сестры, в день вашего обращения, в день вашего рождения свыше. вы как-то испытали, почувствовали, в теле ли своем, в душе, ли в чувство какое-то особое, что вас куда-то погрузили. Братья и сестры, не нужно этого искать. Это есть духовная, благословенная действительность, которую совершает сам Господь. Мы просто верою принимаем, как это свершившийся факт. И последнее, что не есть исполнением Духом Святым, это не то же самое, что за впечатление и гарантия он стоит, как печать, да? Вот мы упоминаем Священном Писании, читаем, что он является залогом, печатью. Братья и сестры, иногда мы не допускаем ошибки. Хористы, помните, есть такой гимн, «О великий Дух, приди, дело славы, соверши». Как этот гимн называется хоровой? Я просто вспомнил сейчас пример, такой пример. Братья и сестры, он не соответствует доктринальным, догматическим эти слова. Дух Святой уже сошел. Дух Святой пребывает на земле, пребывает в церкви, пребывает в каждом истинно возрожденном, верующем человеке. Поэтому это не совсем как-то правильно. Братья и сестры, первое, на что я хочу обратить внимание, исполнением Духом Святым связано прежде всего с характером самого Бога, с Его Личностью. Вы скажете, каким образом это связано с Богом, с Его Личностью? Давайте вот посмотрим немножко, когда мы говорим о Боге, Его духовных, Его физических атрибутах, одной из атрибутов Бога, Он является полнота. Он абсолютно, да, в Нем есть все. Смотрите, что это за полнота? Вот смотрите, Иов говорит, 37 глава, 23 стих. То есть, Писание говорит о том, что наш Господь имеет полноту во всем, полнота мудрости, Он в совершенстве, Он есть полнота любви, абсолютно всего, святости и славы. И вот, если братья нам могут, пожалуйста, братья, открывайте тексты Писания, это очень важно нам посмотреть. Смотрите, Иов говорит, 37 глава, 23 стих. Он велик силою чудом, судом, простите, судом, и полнотою правосудия. Это один текст Священного Писания, Иов говорит о Боге. Смотрите, Ефеси нам, когда мы говорили, вот у нас послание открыто, сейчас 1 глава, 22 стих, если не ошибаюсь, братья, проверьте, там речь идет о Христе и о Церкви. Вот смотрите, как апостол Павел говорит, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. О Церкви говорится, то есть к Церкви, говорит, ничего нельзя добавить, это полнота, то есть наполняет абсолютно все. В послании Колосе, нам 1 глава, 19 стих, написано так, ибо благогодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, то есть об Иисусе Христе, сказано. Понимаете, то есть к Иисусу Христу не нуждается, ему что-то дополнять, дополнять нужно. Он абсолютно полнота мудрости, любви, благодати. Послание Колосина, смотрите, 2 глава, 9 по 10 стих, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, то есть апостол Павел говорит, когда Христос жил на земле, он обладал вот этой полнотой, будучи стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, он обладал этой абсолютной полнотою. И дальше, смотрите, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Обратите внимание, и вы имеете полноту в нем. Иаков говорит, чтобы вы были, 1 глава, 4 стих, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. И последний стих, Иоанн говорит, 1 глава, 16 стих, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Идея как бы передается, братья и сестры, Бог обладает полнотою, церковь обладает полнотой, является полнотою, и каждый христианин, возрожденный, Бог хочет, чтобы был наполнен, братья и сестры. Давайте мы посмотрим немножко по-другому. Представьте себе, братья и сестры, христианин, сухой, в духовном смысле, безжизненный, слабый, немощный. Братья и сестры, представляете образ, да? А теперь давайте посмотрим немножко по-другому. И Господь оживляет его, и Господь наполняет его. Понимаете, да, вот эту разницу. Бог хочет, это не просто та какая-то привилегия, это не то, что удел каких-то особых святых людей, или нужно достигать какой-то особой. Это желание, это повеление Божье, чтобы верующие люди имели вот эту полноту от Него, чтобы каждый из нас, братья и сестры, имел это благословенное состояние в жизни своем, которое освежает, которое наполняет, которое благословляет, дает нам силу. Мы будем смотреть еще практически, как это происходит. Хотя каждый христианин имеет в себе Святого Духа, крещен, запечатлен, братья и сестры, но если не будет происходить исполнение, то, что я говорил немножко раньше, сухость, безжизненность, холодность, братья и сестры, испытывали в своей жизни вот такое? Безусловно, мы испытывали. Вот понимаем, что вроде бы умом понимаем, что мы верующие, спасенные, но и молитва где-то так до потолка, и слово какое-то неживое, и заставляем где-то, да, себя, чувствуем, что не хватает. Братья и сестры, вот с чего не хватает. А вот этого реального благословения, исполнения Духом Святым. Давайте посмотрим, как происходило исполнение Духом Святым практически в Ветхом Завете, тогда, когда еще Духа Святого не было на земле как личности. Братья и сестры, вам о чем-то говорит имя Веселиил? Знакомо это имя? Чем он занимался? Совершенно верно. Бог избрал этого человека, чтобы он был мастером. Почем? Что он делал? Из золота, всяких драгоценностей, правда? И вот интересно, за него мы читаем книги Исход, где Моисей говорит, Бог говорит о нем. «Я исполнил его Духом Божьим мудрости и всяким искусством работаки золота, серебра и меди». Интересно, нужно ли какого-то человека, который будет, ну, резче, который будет специалист, пусть он будет хороший специалист. Ну, неужели ты не обойдешься без этого? Неужели не обойдешься, не сможешь? Ну, если у него есть способность, золотые руки, мастер, скажем, в своих дел, Бог говорит, нет. Вот в том месте, где будет происходить поклонение, где я буду являться, где люди будут поклоняться, там должно быть все прекрасно. Его руки должны быть особо делать все это. Представляете, братья и сестры, это глубокий прообраз. Когда мы говорим о Доме Господнем, о Доме молитвы, братья и сестры, мы говорим, ну, это важно, вот, братья и служители, да все важно, братья и сестры. Если учитель воскресный, учитель воскресной школы придет к деткам, сухой, безжизненный, неподготовленный, пустой, где-то будут витать, братья и сестры, неисполненный Духа Святого. Что он сможет передать деткам? Сможет ли зажечь сердца детские? Да если проповедник, где будут готовиться, братья и сестры, выйдет, просите, ну, прочитает, что-то будет рассказывать о себе, о своих детях и внуках, братья и сестры, но не будет наполнен словом. Что мы будем иметь? Братья и сестры, смотрите, как говорит, я исполнил его Духом Божиим, мудростью и всяким искусством работать золото, серебра и меди. Удивительный подход Бога, правда, к людям в Доме Божьем. Давайте посмотрим еще некоторые тексты. Когда мы читаем 4 книгу Царства, 2 глава, 14 стих, речь идет об Елисее. Помните, что попросил Елисей у Ильи? Хорошо мы знаем, да? Проси, чего ты хотел бы? Дух, который на тебе, да будет на мне вдвойне. И вот смотрите, мы читаем 14 стих, 2 глава, 4 книга Царств. «И взял им милость Ильи, упавшую из него и ударил по воде и она раступилась туда и сюда и перешел Елисей и увидели его сыны пророков, которые в Ерихоне издали и сказали «А почил дух Ильи на Елисеи и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли». Братья и сестры, почем они узнали, что он почил на нем? Ну, увидели какое-то явление, какое-то чудо сверхъестественное, понятно, для них это было визуально что-то, не потому, что от Елисея исходил какое-то, может быть, сияние или что-то. Все, что они увидели, свидетельство было подтверждено, Бог подтвердил то, что он получил Духа Святого. И когда мы смотрим дальше на жизнь и служение Елисея, братья и сестры, вот это намного главнее, тогда мы говорим «Этот человек был исполнил, исполнен Духа Божия». Братья и сестры, я сегодня тоже, когда готовился, просматривал вот эти тексты. И вот, когда мы читаем, помните, Мария приходит к Елисавете, своей родственнице, чтобы порадоваться, да? Вот смотрите, вот эта встреча, обратите внимание, когда мы читаем Евангелие от Луки, первая глава. Евангелие от Луки, первая глава, 41 стиха, 40 стиха, «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что сотворив, совершится сказанное ей от Господа». Братья и сестры, у меня возникает вопрос, Елисавета как-то повлияла на то, чтобы ей исполниться Духом Святым? Она контролировала это событие, это благословение? Абсолютно нет. Абсолютно нет, братья и сестры. Бог за этим стоял, но Бог исполнил, нужно сказать, помните, кого доносила Елисавета? А когда Иоанн Креститель исполнился Духа Святого? От чрева Матери. Удивительно, Бог стоит, братья и сестры, вот картина, понимаете, Бог подтверждает, Бог ставит свою печать, Бог не хочет, я понимаю, что мы обычные люди и без исполнения этого Духом Святым Братья и сестры обычно, казалось бы, ситуация, не служение, не здесь, не надо проповедовать, она приходит просто и вдруг Дух Святой ее уста наполнил. И вот эти прекрасные слова, и когда мы смотрим немножко о Марии, там не происходит когда Мария отвечает и сказала, Мария, величи душа моя Господа и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем. Не написано, что и она исполнилась, написано возрадовался Дух. Господь знает, когда наполнить, где это сделать. Если мы смотрим же в этой главе, помните, Захария, муж Елисаветы, помните, он молчал все это время, как знак было ему, да, и вот когда мы смотрим 67 стих, и Захарий, отец его, то есть он впервые после этого молчания открывает свои уста, обратите внимание, что происходит с ним, и Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, и начинает эти прекрасные слова, которые мы хорошо знаем, благословен Господь, Бог Израил, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и дальше. Обратите внимание, Захария все это время молчал, когда только разрешились уста его, Бог наполняет его Духом Святым, и он приносит прекрасные слова, которые были благословением для церкви, для верующих многих поколений, братья и сестры. Еще у нас есть тексты Священного Писания, братья и сестры, интересно, когда мы читаем, ну, за апостолов, я думаю, воскресенье будем слышать тоже, книга Деяния, апостолов 2 глава 4 стих, исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Книга Деяния, чуть дальше, 9 глава, 17 по 19 стих, там тоже у нас время просто уже выходит за обращение Савла, там приходит Анания к нему в дом и говорит, «Брат Савл, прозри, Бог повелел, да, Господь Иисус, явившийся на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Обратите внимание, вот дальше, 18 стих, откройте, братья, и тот час, что происходит, казалось бы, он не начинает проповедовать, он не начинает величить Господа Савл, да, когда, братья и сестры, у меня вопрос немножко, когда Савл получил Духа Святого? Я верю на пути в Дамаск, да, вот там, идя, когда Господь встретился, кто ты, вот там произошло это рождение свыше, там он получил этого Духа Святого, но здесь мы находим совершенно другое господействие и что происходит с ним? Начинает Павел выходить и сразу проповедует и величит Господа, нет, и как бы чешуя отпала от глаз его, вдруг он прозрел, встал, крестился, при этом он был исполнен Духа Святого, приняв пищу, укрепился, был сал несколько дней с учениками в Дамаске и дальше, братья, смотрите, и тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Братья, сестры, проповедовать, будучи исполнен Духа Святого или это было какое-то мгновение, знаете, переживание? Братья, сестры, исполнен Духа Святого и неоднократно исполнялся апостол Павел Духа Святого. Это очень важно. Братья, сестры, из этих текстов, чтобы подвести кратко хотя бы сегодня несколько, может быть, выводов сделать, из этих прочитанных текстов мы можем сделать выводы следующие. Все перечисленные тексты говорят о том, что исполнение Духом Святым была инициативой самого Бога. Никто из них не просил об этом. Никто не просил. Исполнение было связано со служением. Мы прочитали за мастера Веселила, за Илья и Елисей, за Захария, за апостола Павла и Петра, и апостолом. Это было все связано не просто так, человек исполнился Духа Святого и пошел отдыхать. Ну, простите, даже как-то звучит кощунственно, да, или пошел своими делами там каким-то заниматься. Они были связаны, мы прочитали, со служениями. Исполнение было связано с людьми, которые находились в правильном состоянии пред Богом. Эти люди находились в правильном состоянии пред Богом. Последний пример проведем. это апостолы. Помните, Деяние 4 глава, после того, как произошло вот исцеление Петр и Иоанн, которые исцелили человека хромого, да, и все вот эти события. Когда мы 4 главу читаем, 7 стиха, и поставив их посреди Деяния, 4 глава, 7 стих, братья, и поставив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это? Обратите внимание, что происходит. Вот стоят апостолы, им задают вопрос. Что делает Бог? Для того, чтобы ответ прозвучал. Вот давайте посмотрим последнее и заканчивать на этом. Следующий стих 8. Братья и сестры, как вы думаете, что произойдет? Тогда Петр, имеющий уже Духа Святого, правда? Но Бог наполнил его, наполнил Духом Святым, сказал им, и начинает Петр говорить. И вот это его речь. Начальники народа и старейшины израильские. Если можно, братья, дальше. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что имя Иисуса Христа на заре, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами. Он есть камень, пренебреженный вами, зыждущим, но не сделавший главу, но сделавший главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, над которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, мог бы человек, Петр, простой рыбак, иметь вот такое дерзновение, иметь такую глубину. Братья и сестры, это Евангелие. Петр, может, в пяти минутах или сколько, он проповедует им Евангелие, и Бог ставит свою печать. И смотрите, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали, что они были с кем? С Иисусом были. Видя же смелость, видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Братья и сестры, что могли сказать против того человека, который исполнил, был исполнен Духа Святого? Братья и сестры, мы не заканчиваем, у нас нет времени, в следующую пятницу мы продолжим говорить об условиях для нас, верующих сегодня Нового Завета Духом Святым и о последствиях исполнения Духа Святого так, как это говорит Писание, не так, как говорит чей-то опыт, а так, как говорит об этом Библия. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Просестры, у нас сегодня служение, я бы предложил, давайте мы склонимся и поблагодарим Господа в наших кратких молитвах. помолимся. Помолимся.